Гигантский механический гуманоид под названием Двемерский Центурион может вызвать существенные сложности у большинства игроков при прохождении Скайрим. Однако, будет ли механизм вымершей древней расы таким же опасным стражем в реальности, каким он показан в игре? О том, насколько реальна и эффективна технология Двемерского Центуриона, мы обсудим в текущем выпуске. Добро пожаловать на канал Ammunition Time, и мы начинаем! Двемерские механизмы, такие как Паук, Сфера или Центурион, ничто иное, как технологические големы. По сути, они ведут себя как роботы, но устроены они как магические автоматоны. В отличие от робота, автоматон всего лишь заводная кукла с механическим приводом. Она действует по программе и никак не способна оценивать обстановку в бою. Автоматон не обладает никакими технологическими анализаторами и вычислительными мощностями. У него нет процессора, программного обеспечения, видеокамеры, микрофона и многих других важных компонентов, которые есть у робота. А создать все эти ништяки нельзя без сложных электронных приборов. Само собой, в мире Скайрима даже Двемеры не достигли уровня создания ни вакуумных ламп, ни транзисторов, которые появились с использованием полупроводников. Никаких намеков на использование Двемерской цивилизации электроники как таковой. Двемерские центурионы Скайрим очень сильные противники. Они как небольшие боссы на локациях, которых лучше всего атаковать с несколькими союзниками. Но одно дело, когда твои союзники боты, и совсем другое, когда это живые люди в онлайн игре. Эмоции от игры разительно отличаются, все это можно ощутить в Lineage 2 Essence, альтернативной версией легендарной Lineage 2. Однако в Essence хоть и возможно, но совсем не обязательно играть в отряде. Прокачка для одиночных игроков сильно упростилась. Благодаря функции автоохоты, игрок может пропустить весь скучный гринд и сосредоточиться на интересном контенте, межсерверных сражениях, массовых пвп, битвах на Олимпиаде и захватывающих ивентах. А за кого играть? Можно выбрать уникальные классы, доступные только в Essence. Например, всадника авангарда из расы орков, мастера стрельбы из расы сильфов, рысаря смерти из расы эльфов или темных эльфов, а также ассасина из расы людей и темных эльфов. Сейчас в игре доступно обновление под названием Seven Signs или просто Семь Печатей, где вас ждут подземелья, полные нежитий и демонов, новая локация, а также улучшение класса лучников. Снайпер из расы людей, Страш Лунного Света из расы светлых эльфов и Страш Теней из расы темных эльфов смогут трансформироваться в легендарных лучников и накрывать противников дождем и стрел. Чтобы вам было легче начать, по моей ссылке под видео вы получите Куб Помощи, который содержит целый ряд полезных предметов, доступных 30 дней с момента активации. Скачивайте по ссылке в описании Lineage 2 Essence и врывайтесь в обновление Seven Signs. Ну а мы возвращаемся к двемерским центурионам. Самая технологичная и реалистичная деталь двемерских механизмов это паровой двигатель. В реальной истории первый паровой двигатель изобрел Томманс Нью Коммен в 1712 году. Но он был просто гигантский, намного больше двемерского центуриона. Годом изобретения парового двигателя, достаточно компактного, можно считать 1885 год, когда появился первый паровой велосипед. Так что технологии двемеров можно сопоставлять примерно с эпохой 19 века. Кроме пара, который выходит из автоматонов, у центуриона можно найти такой лут, как двемерское масло. Его почти со стопроцентной вероятностью использовали в качестве топлива, поскольку масло горит превосходно и не занимает столько места, сколько дрова. Жаль только, что в любом случае КПД маленького парового двигателя слишком низкий, чтобы привести в движение такого гиганта, как центурион. Весить эта махина будет просто дофига, потому что сделана она из того же металла, что и доспехи двемеров. А они, если не самые тяжелые, то одни из самых тяжелых в игре. Ну а мощность одноцилиндрового парового двигателя велосипеда была всего лишь 3 лошадиных силы. Маловато будет. Однако даже если вынести это за скобки, на одних паровых технологиях робота не сделаешь. Все логические задачи по ликвидации противника, который решает двемерский центурион, должен решать очень сложный компьютер. У золотых автоматонов эту роль, судя по всему, выполняет сердечник генератора центуриона. Без понятия, что это такое, но это какая-то магическая фига тень. По внешности это какой-то гироскоп с красным материалом внутри. Как это может быть компьютером не ясно. По сути, это что-то наподобие сердца голема, отчего я изначально и назвал двемерского центуриона технологическим големом, потому что он работает почти полностью на магии, а без нее он был бы обычной паровой куклой-автоматоном. Что ж, с реалистичностью все ясно. Но что, если вынести за скобки условное наличие компьютера и сложной электроники, чтобы оценить практичность такого механизма. Проще говоря, если сейчас сделать такую машину, от нее будет какой-то толк. Двемерские пауки-стражи могут прыгать и атаковать лапами. Они бьют магическими молниями и взрываются при уничтожении. Сферы быстро подкатываются, атакуют как в ближнем, так и в дальнем бою, стреляя из арбалетов. У обоих типов этих автоматонов более совершенные движители, чем у центуриона. Они сами по себе меньше и маневреннее, что в подземельях особенно ценится. А главное, они часто действуют группами на единицу площади. А что такое центурион? Это здоровенная неповоротливая штуковина, часто всего лишь одна, которая бьет кувалдой или топором вместо рук и периодически смачно пыхает кальянный дым. Ну ладно, урон по площади горячим парам это очень ценная способность, и она кстати возможна только из-за размеров центуриона, потому что он может благодаря своим гигантским размерам и наличию жидкости выдыхать этот пар. Но по сути это не отменяет того факта, что его более мелкие коллеги смогли бы сделать работу не хуже. Или нет? Думаю, что логика здесь такая. Раз центуриону всегда предшествуют более маленькие и хрупкие механизмы, значит логично, что на момент встречи с центурионом все мелкие союзники не смогли остановить противника. Это значит, что нужен какой-то большой танк, который просто не смогут пробить или как минимум на уничтожение которого уйдет много времени. Хотя если его сердечник расположен прямо снаружи на груди, а как бы внешний вид на это указывает, то получается он даже не за броней и это означает, что центуриона легко уничтожить. С другой стороны это может быть просто какой-то гироскоп, что уже не так критично, но наверное гироскоп отвечает за вестибулярный аппарат автоматона. В любом случае свою задачу центурион успешно решает, ибо у него действительно гигантской толщины броня на фоне его маленьких братьев и без магии его развалить почти невозможно. Будь это реальный бой, у противников в ближнем бою вообще не было бы шансов, потому что парировать его удары не выйдет из-за их тяжести и вдобавок враги сварятся в горячем паре. Размеры центуриона тоже оправданы, ведь в узких коридорах двемерских городов он физически становится большой затычкой, которую нельзя обойти и возле которой невозможно выжить. По сути центурион в том назначении, в котором он используется, действительно имеет право на существование. К недостаткам относится лишь длина его конечности, потому что в узком помещении не выйдет нанести удар на полную амплитуду, как он это делает в игре. Его руки соберут все стены и углы в катакомбах, и этот фактор как минимум будет его тормозить, а может и вовсе привести к поломке механизмов. По уму было бы сделать его анимацию рубящих ударов не от плеча, как у великанов, а от локтя. От плеча можно было бы оставить только колющий удар, тогда центурион стал бы значительно опаснее, но потерял бы в пафосе и эпичности, а это все-таки фэнтезийная игра, а не душный видос амунишина. Далее обсудим слабые места конструкции автоматонов. Самое проблемное место центуриона – тазовая область. Ноги крепятся к телу, будучи насаженными на огромный шарнир, и совсем неясно, какие приводы его вращают и фиксируют в статичном положении. Также центр масс такого центуриона смещен вверх, а значит его устойчивость будет низкой. Площадь опоры у стоп центуриона, кстати, тоже небольшая, а значит устойчивость снижается. Также у центуриона две лишние детали на наплечниках. Они дополнительно утяжеляют вес автоматона и смещают центр тяжести вверх. В любом случае, если деформировать шарнир или уничтожить его, автоматон либо не сможет вращаться туловищем по оси, либо развалится надвое и будет ползать как терминатор в первой части. Руки автоматона тоже может заклинить, если напихать в локтевой сустав несколько стрел, но туда еще надо умудриться попасть. Также неясно, как центурион ориентируется в пространстве. Скорее всего, его зрение магическое, но если вдруг две мира изобрели какие-то видеокамеры, выполняющие функции зрительных анализаторов, то их можно было бы уничтожить или как минимум чем-нибудь испачкать. Правда, все эти идеи борьбы с центурионом работали бы лишь для тех приключенцев, которые готовы к таким поворотам судьбы, ибо центурион производит сильное психическое воздействие на неподготовленных противников одним своим видом. И этот фактор нельзя сбрасывать со счетов. Может быть, этот автоматон очень неуклюжий, зато он большой и страшный, а это часто играет огромную роль в конфликтах. Такие дела. Пишите, что вы думаете об этом в комментариях под видео, предлагайте идеи, а еще, как обычно, напоминаю, что на Бусте проводится выбор темы нашими спонсорами, поэтому если хотите поддержать наш канал не только просмотром и лайком, но и копеечкой, будем рады вас там видеть. На связи был канал Ammunition Time. Всем удачи, всем пока!